Всем привет! Продолжаем смотреть защиту Алёхина в Н4 пешек. Мы смотрели ответы вот в этой позиции за чёрных. Это слон g4, слон b4, конь b4. А сегодня рассмотрим тоже очень популярный ответ за чёрных. Это ход слон e7. Слон e7 вполне логичное продолжение. Чёрные собираются уйти в 2-0. Нарисуем. И провести f6. И чутка разбить пешечный центр белых. Тут на слон e7 у белых две реакции. Это пойти в слон e2. И в другое основное продолжение это острое боевое d5. Сегодня мы посмотрим только один ответ за белых. Это слон e2. В следующей части будет d5. Была попытка вот в этой позиции за белок сыграть по-новому. Слон d3. Однако чёрный с лёгкостью после. Слон g4. 2-0. Взяли. Взяли. Тут взяли. Забрали слона шахом. Король h1. Рокировка. Ладья е1, f5. Ладья d1, ферзь c5. Ферзь бьёт b7. Ладья а, b8. И чёрные не только уравняли игру, но и получили несколько лучший митильшпиль. Ну, можно попробовать продолжить в рент. Вот, взяли. Ладья d8. Ферзь b7. Ферзь вылезает из угла доски. Ладья d7, ферзь f3. Вот ферзь вылез. Ну, а ладья d8. Чёрные уже сдвоились по линии d. И, например, слон f1. Ладья d1, ладья d1, ладья d1, ферзь d1. Ферзь бьёт e5. Материальное равенство. Белые ничего не получили. Но, это не очень удачная реакция. Основной слон e2. Как и d5. Сегодня смотрим слон e2. Итак. 2 0. 2 0. Рискован план за белых, когда они собираются идти в длинную сторону. То есть, вот тут. Ферзь d2. f6. Вот плановый подрыв. После аркировки слон e7. Чёрные играют f6. Взяли. Взяли. h3. Попытка начать пешечную атаку на королёвском фланге. Но, слон g6. Слон заранее уходит из-под темпрового хода g4. 3 0. Ферзь e7. g4. Ферзь b4 напали на c4 уже. Надо защищать. Ну вот, например, b3 если. Тогда e5. И учёных никаких проблем. Даже лучше. Есть ещё ответ конь b5. Вот так. Сыграть. Но тогда следует. Ферзь бьёт d2. Ладья d2. Ладья c8. Приходится такой ход делать. Защищать на c7. b3. h6. Конь c3. И опять-таки e5. С преимуществом у чёрных. У них очень сильные два слона. Никакой атаки уже без ферзей у белых не будет на королевском фланге. Поэтому план злина и рокировка рискован. Тут чёрные только лучше могут получить. Потому основное это 2 ноля. И f6 всё равно. И это вообще вот одна из основных позиций всей системы четырёх пешек. Чёрные частично разбивают в пешечный центр белых. И в дальнейшем организуют давление на пункт d4. Взяли. Белые должны играть именно так. Ведь у чёрных образуется слабость на e6. Обычно грозная d5 за белых. Вот тут. Не приносит хлопот хорошо развитым чёрным. Конь бьёт e5. Конь бьёт e5. Fe g4. Вообще ход g4 мы часто будем видеть в этом варианте. Типовой приём. Слон g6. Побили. c6. Не пускаем белого коня на d5. Ферст b3. Слон g5. Слон c5. И ферзь d2. Но можно было попробовать сыграть ещё и лучше чёрными. На d5. Когда. Когда. Вот тут взяли. А. Вот всё. Забрался. Много вариантов. Кадр. Вот. Лучше сыграть вот так. А потом уже. Верять на e5. Вот. Это точнее. Так. Это мы посмотрели. Так. Помимо d5. Ещё применяли ход. Такой стороны. А3. Это позволяет чёрным своевременно перекрыть главную магистраль e. То есть у чёрных слабая пешка e6. И надо линию e перекрыть. Чтоб тяжёлые фигуры не били по ней. Тогда. Вот так. Fe. Побили. 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 Ферзь e8. Конь b5. Ладья d8. Ферзю надо уходить. Ферзь b3. Ферзь g6. И мы видим что. Слон где-то на c2. Выскакивать на h3. У чёрных нет проблем. Так. Это посмотрели. Так. А3 посмотрели. Есть ещё план за белых. Это сыграть ферзь e1. Перебросить ферзя на королевский фланг. Но это преждевременно. Потому что вот тут надо запомнить. Всегда когда ферзь вот так уходит. Всегда за чёрных есть типовой приём. Тут сыграть конь b4. Грозит вилка. На c2. Ладья d1. Конь c2. Взяли-взяли. c6. И белые добровольно потеряли одного из своих слонов. А если белые играют. Вот тут. Ферзь g3. Попытка начать атаку. На королевском фланге. То уже надо не конь c2. А предварительно вот так стукнуть. Конь бьёт e5. И конь c2 теперь. И не страшно. Слон h6. В этом случае. Потому что. На d4 падает. Король h1. И просто слон f6. И просто учёных лишняя пешка. Самым популярным отклонением. Вот в этой позиции за белых. Является ход конь h4. Белые жертвы и пешки хотят получить небольшой перерез. В пространстве. После. fe. Конь бьёт f5. ef. d5. Вот. Белые отдали пешку. Но вот они. В центре. Выглядят вроде грозно. Однако. Чёрный располагает ответные жертвы пешки. Дающие им. Известные позиционные преимущества. Конь d4. Взяли. Взяли. Взяли ферзём. И конь d7. И. Мы видим что. Сейчас конкретно грозит. Слон c5. И чёрные тут захватывают. Чёрные поля. Попытка белых не пустить слона на c5 путём конь a4. Не увенчалась успехом после сильного ответа за чёрных. Это b5. cb. Слон d6. Ладья e1. Ферзь e7. Слон d3. Конь e5. Король h1. Профилактика. Ф4. Ф4. Ладья e2. Ладья e8. Конь c3. Конь возвращается в игру. Но. Ферзь h4. И. Чёрные получили сильную атаку. В партии. Шпильманн колли. Дортмунд. 1928. Так. Это разветвление посмотрели. Ещё сильнее позиции чёрных, если белый предварительно играет король h1. Вот так уходит из-под входа слон c5. Тогда у вас всё равно слон c5. Ферзь d3. Так. Ну на ферзь e2, например. На ферзь d2 следует ферзь e7. Ладья e1. Конь e5. a3. f4. d6 взяли. Взяли шаг. Король h8. b4. И слон e3. С большим перевесом учёных. Слон на e3 очень силён. А вот если мы вернёмся. И сыграем тут за белых ферзь d3. Тогда ферзь g5. Конь b5. Напален c7. Но. Ладья e8. Конь бьёт c7. Вот так нагло взяли. Съели пешку у нас. Ну тогда. Ладья e3. Конь e6. Тут такой вот. Махач пошёл. Сложно что-то комментировать. Тут такая рубилова. Белого. И после конь g3. Белые сдались. Это у нас. Партия. Ракелов. Багиров. Баку. 1960 год. Конь g3. Очень сильный ход. Пропустили белые. Потому что если взять. То ладья h6. Слон h5. Ладья h5. Это мат. Вот такая вот. Симпатичная концовка. В этой партии была. Так. Ну это. Мы посмотрели отклонение. Обычно. Конечно. Белые бьют. На f6. Слон бьёт f6. И. Ферзь d2. Главное событие намечается. Вокруг поля d4. Как там стоит белая пешка. Белым необходимо. Срочно защитить. Этот пункт. Ладьёй. При ходе. Ферзь. e1. Белые должны. Как обычно. Считаться. С угрозой. Конь b4. Снова. Вот эта неприятность. А вот. Если белые. Занимаются ограничением. Слонов. Чёрных. То есть. Вот. h3. Идея дальше. g4 пойти. То. Чёрный играет. Ферзь e8. Сильный ход. Но. Они. Никак не. Ферзь e7. Ввиду. g4. И. В итоге. Чёрный. Без фигуры. И. Проигранное положение. Ферзь e7. Отнял поле у слона. На f6. Поэтому. Надо именно. Ферзь e8. Вот так. Тогда. g4. Ферзь g6. Связка. Покабрать на f5. Нельзя. Король h1. Слон e4. Тоже подвязали. Конь бьёт e4. Ферзь бьёт e4. С хорошей игрой учёных. Вот. То. О чём они мечтали. Исполняется. Они играют против пешки d4. Сейчас ещё ладья d8. И начнём огорчать. Главная идея. Учёных защиты Алехина. Это. Выковырять пешку d4. Так. На слон f6. Ещё пробовали играть ладья c1. Но это можно рассматривать как потерю темпов. Ферзь e7. Слон d3. Слон g4. Слон b1. Ладья d8. Опять вот это давление на d4. Плановое. Конь e2. Защитили. g6. Слон e4. И вот в этот момент. Противостояние. Черной ладьи. На d8. И ферзя на d1. Позволяет белым. Ой. То есть черным. Провести такую небольшую комбинацию. Конь бьёт d4. Конь бьёт. И c5. Конь c6. bc. Ферзь c2. Надо уходить. Слон d4. И черные получили лучшую партию просто. Так. Все отклонения посмотрели. Популярные. И поэтому на слон f6. Основной считается ферзь d2. Ну, как я сказал, подкатить ладью на линию d защитить пешку d4. После ферзь d2 у черных три пути. Ферзь e7, ферзь e8 и ладья f7. Смысл всех этих продолжений один. Нажим на пешку d4. Который осуществляется тяжёлыми фигурами по вертикали d. Черные, в свою очередь, должны внимательно следить за ходами белых d4, d5 и c4, c5. Не имеет самостоятельного значения ход ферзь d7. За черных вот тут. Потому что черный ферзь только перекрывает линию действий своим ладьем. Ладьи должны играть по линии d, а не ферзь. Ферзь мешается. Поэтому ферзь d7 это явно не то. Но пробовали ещё вот тут играть слон g4 черные. Хотя после ладья... И причём вот это на практике не встречалось. Ну это на практике не встречалось в тот момент, когда была написана книга Багирова. Сейчас, может, так играли. А вот по переписке вот так продолжалась партия. Между Самойловым и Тарупаном. С 79 по 80 год они играли эту партию по переписке. И вот там было слон g4, ладья d1. Взяли, взяли. Е5. d5, конь d4. Взяли, взяли. Конь b5. Ферзь е7. Слон f1. Слон g5. И черные получили великолепные возможности в этой партии по черным полям. Так что вариант может быть и неплохой. Несмотря на то, что его практически не применяли. Ну а теперь к основным продолжениям. Так. На ферзь d2 первое основное продолжение за черных это ферзь е7. Вот так убрать ферзя с линии d, не мешать ладьям. Сюда его поставить. И ладья а, d1. Вот. Белый подкатывает ладью на защиту пешки d4. Самостоятельное значение имеет вариант c5. Конь d5. Взяли, взяли. Теперь ладья идет на e1, потому что линия d у черных забита пешкой вот этой. То есть теперь не надо опасаться белым давлением на пешку d4. На тяжелых фигур у черных, потому что пешка d5. Она же не мешает ладьям стрелять по этой пешке. Так скажем. Ну да, слон e4, b4, a6, a4, ладья а, e8. И шансы сторон тут обоюдны. Итак. На основное ладья d1. Мы защитили на d4. Ладья а, d8. Мы давим на d4. Видите, игра вполне понятная. Даже не надо в ренту так зубрить. Достаточно понимать идеи дебюта. И ферзь c1. Ферзь выходит с давления по линии d. Другие продолжения забилых здесь нелогичны. Например. Вместо ферзь c1 можно пойти c5. Тогда конь d5. Взяли, взяли. b4. Ладья а, d8. Е8. И инициатива тут уже в руках черных. Такое неприятное давление на слонов по линии e. Веселого тут мало. У белых. Так, это глянули. Еще. Если не играть ферзь c1, можно попробовать сыграть вроде, кажется, нормальным. Ферзь e1. Идея та же. Убрать белого ферзя с давления по линии d. Ну тогда, как обычно, на этот ход следует конь b4. Опять конь. Как только белый ферзь уходит, конь сразу лезет на c2. Это надо запомнить такой прием. Конь b4. И вот в партии раузер файн ленинград. 1927 год. Бол атак продолжено в партии. a3. Конь c2. Ферзь f2. Побили, побили. c6. Не даем d5. Вот. Важная идея. Не даем d5. Ни коня не пускаем. Ни пешки не даем идти вперед. И у черных нормальная, хорошая позиция. Одного из двух слонов белых выменили. У белых ничего нет. Но в той партии было сыграно не c6. Черные ошиблись и сыграли... Сыграли конь d7. И после c5. Конь b8. Слон c4. Белые получили преимущество. Итак. Посмотрели. Теперь. На ферзь c1. Черные тут должны. Именно что должны. Играть h6. Идея этого хода становится понятной, если предварительно изучить партию. Брандштейн и Рудаковский. Москва. 1945 год. Где встретилась не h6, а ладья d7. Король h1. Явно хуже тут. Ладья d2. Ладья fd8. Ладья d1. Слон g4. И вот эта неприятная связочка. d5. Возможности нет сыграть белым в данный момент. Потому что черный ферзь присматривает за слоном e3. Потому ладья d2. Все это не очень удачно. Белым лучше не допускать этой связки. Так как пешка d4 тут попадает в угрожающее положение. Итак. Дальше было сыграно. Конь e4. Написано, что ошибка. Слон f3. Конь f6 шаг. Ферзь f6. Слон f3. И просто конь бьет d4. И просто да. Просто лишняя пешка. Да, у белых два слона. Но у черных лишняя пешка в этой позиции. Так, ну это... Мы это мы посмотрели. А теперь к самой партии. Как я говорил Бронштейн и Рудаковский. Итак. И так. Там было сыграно. Король h1. Слон g6. Слон d5. И d5. d5. Конь b4. Но конь e5 это не то. Ввиду вот такого варианта. Начинается проблема у ученых. Потому конь b4. a3. Конь a6. b4. Ладья d8. Слон d4. С большим преимуществом у белых. Порыв d5 оказался возможным в связи с неудачным расположением черного короля. Если черный вместо слон g6 играют ладья fd8. У них новые проблемы после c5. Но теперь если пойти на c8 это вообще под слон b5. Надо играть конь d5. Взяли взяли. Слон c4. Ладья 5 d7. Конь g5. Согрузы взять на f5. Кроме неприятности по диагонали a2 g8. Черные должны следить за движением пешки g2. Который может при случае дойти до пятой горизонтали. И это обойдется черным потерей слона. Например. Например. Опять таки ладья d7. Белый играет h3. Ладья fd8. Плановое сдвоение по линии d. g4. Слон g6. c5. И теперь конь d5 проигрывает из-за хода g5. А после отступления конь c8. Слон b5. У белых подавляющий перевес. Так. Теперь попробуем доказать, что идея давления черных на пешку d4 путем ладья d7 и ладья fd8 без предварительной подготовки не основательна. Например. Посмотрим такой вариант. Идем назад. Идем назад. Черный играет король h8. С этой диагонали ушли. Король h1. Белый тоже делает профилактику. И теперь ладья d7. Да-да. d5. Что делать? Конь b4. Хуже. ed. Конь d5. Конь d5. cd. Конь b4. Слон b5. С последующим слон c5. И белый добивается материального преимущества. Она... А вот тут... Так. 17-й ход. Конь e5. После d5, если черные сыграют. Это неубедительно. Введу. Взяли-взяли. g4. Слон g6. Взяли на f8. Взяли на f8. d1. Сильный ход. И снова белых перевес. Итак. Это неубедительно. Потому... Конь b4. Ну тогда... Просто... a3. Конь a6. Так. Конь d4. Взяли-взяли. Взяли. Взяли. Ладья f5. Слон g4. Так что белый тут, конечно, отыгрывают качество. Надо играть ладья f8 именно. Ферзь f7 нехорошо. После взяли-взяли. Ладья f1. И... Ученых плохая очень позиция. Грозит ладья f8 мат. После отхода ферзя. Что делать? Непонятно. Поэтому на слон g4 ферзь f7 плохо. Надо уходить обратно. Тогда взяли. Взяли. И... Белый забирает. И у них явно лучше. Кони на край доски очень зажатые. Так что тут преимущество белых бесспорно. Так. Это мы посмотрели. Потому лучше сперва предварительно черными ответить тут h6. Просекая идею белых, которые вот мы и видели. Часто белые начинают толкать пешки на королевском фланге. Либо пытаться выменивать слона f5. Все это неприятно. Поэтому h6 с идеей не дать так просто g5 сыграть. И ввести при случае слона с поля f5 на h7. Если на него начнут давить. Итак. Король h1. Вот тут, в этой позиции, после h6, белые не могут пойти d5. Из-за е, д. Конь бьет d5. Взяли. Взяли. Слон бьет b2. Очень хороший ход. Тактика. На ферзь b2. Ферзь е3. И лучше только у черных. ИЛИ. Так. Хотя и какой ИЛИ. Сейчас. Так. Так. Продолжаем. Я один френд забыл забить. В честь бейс. Итак. На d5 белые могут брать не только конем ведь. Ну и конечно cd. Ой. А почему он опять конем взял? cd. Конечно. Белые еще могут сыграть. Это надо посмотреть тогда. Слон бьет c3. bc. Конь бьет d5. Слон c4. Слон е6. И не видно. За что белые. Отдали пешку. Достаточно рискованный план за белых. Есть. Место хода. Посмотрели что основное. Это король h1. Но есть очень рискованный план за белых. Это h3. Несмотря на то что черные. Сыграли. h6. В будущем. Не мешает сыграть g5. Белые все равно. Затевают вот затею. С маршем пешки g. Тогда надо запомнить. Что? Король h8. g4. Слон h7. Вот для чего h6 сделалось. Теперь слона так просто не достать. Король g2. Ладья d7. c5. Конь d5. Слон g1. Ладья d8. Ладья e1. Взяли. Взяли. e5. Очень важный прорыв по центру. Слон b5. e4. Конь d2. Слон h4. Напали на ладью. И в итоге белые из этой затеи ничего такого не получили. Эта партия была сыграна по переписке. И мы видим, что нормальная позиция вполне очень. Слон. Наши четыре очень неприятный ученых. Сейчас напал конкретно на ладью. Проходная по линии e. Не знаю, далеко ли она уйдет. Но в данный момент она идет. Ферзи. И пока она не уничтожена белыми. Так. На король h1. Король h8. h3. Слон h7. Белые должны где-то провести c4 или c4, c5 или d4, d5. Идея черных тут провести где-то e5. Вот такие планы в этой позиции. И слон g1. Проходило испытание также продолжение за белых. Ладья f e1. Ферзь f7, b3, ладья e8. В последующем слон g1, ладья e7, ладья f1. Вот такая возня была. Ферзь e8, ферзь f4, e5. И небольшой перевес у черных. Но это, так сказать, что могло бы основное считается отступление слона с центральных вертикалей на g1 в домик. Вот так. Ладья e8, ладья e1, ферзь f7. В этом важном для всей системы четырех пешек положении черные, как минимум, имеют ровные шансы. Итак, первое посмотрели. Теперь возвращаемся далеко назад. Очень далеко. Мы смотрели ответ. Ферзь e7. Вот. Вот тут белые сыграли ферзь d2. Идея подкатить ладью a на d1. И черную брали ферзя на e7. Другая возможность это убрать ферзя на e8. Кажется тоже вполне логично. Ведь, кроме обычной игры по линии d, становится возможным выпад ферзь g6. С будущим какими-то там слон c2 выпрыгами. Или с давлением на пешку g2. Также и есть маневр конь b4 и конь c2. Однако белые могут разменять важного чернопольного слона f6. Что к их выгоде ослабит давление черных на пункт d4. То есть, конечно, белым тут надо играть слон g5. Выменивая неприятного слона вот этого f6, который давит на d4. От него надо избавляться. И вот ход ферзи e8 позволяет как раз таки это исполнить белым слон g5. Не имеет силы за белых тут ход c5. С целью закрыть вертикаль d. После конь d5 взяли-взяли. Вот вертикаль d закрыта. Тяжелые фигуры не могут надавить на пешку d4. Но, так, ладья e1, ферзи g6, b4, a6, a4, слон e4. И, что мы видим, черные избавились от слабой пешки e6, которая, смотрите, вот, тут пешка e6, слабость, открытая линия e, пешка слабо изолированная. На нее можно надавить. А если мы посмотрим сюда, пешкой теперь она стоит на d5, она стоит на закрытой линии, и она вообще уже не изолированная и не слабая. Ее можно будет потом подкрепить, например, ходом c6. Также очень неприятно стоит слон на e4 у черных тут. И шанс у черных предпочтительный в дальнейшей борьбе. Так, на ферзи e8 также пробовалась ладья a, d1. Ладья d8, ферзь c1. Если тут сыграть ферзь e1, то, как обычно, надо следить за выпрыгом конь b4. Конь опять лезет на c2. неприятно. Потому это не точность. Ферзь c1. Ой. Ферзь c1. Ферзя убрали с линии d. Ну тогда ферзь g6. Король h1. И тут выбор. У черных как сыграть. Тут есть слон g4 и ладья d7 за черных. И сейчас мы это посмотрим. Итак, слон g4. Слон d3. Напали на ферзе. Итак, продолжаем. После кролио ш1 у черных выбор. Продолжение. И вот мы начали. Слон g4, например. Не очень удачно. Справа посмотрим его. Потому что слон g4, слон d3, ферзь h5, конь e2, конь идет на g3, ферзь e8, слон e4. И белые удачно перегруппировались. Это посмотрели. Слон g4. Не надо играть. Также надо запомнить, что лучшее продолжение вот тут за черных это ладья d7. По плану подкатить вторую ладью на линию d и навалиться на пешку d4. Тогда d5, конь e5, конь бьет e5. Ну, если белый сыграет конь d4, что тоже вполне логично вводе, то конь d3. Очень сильный ответ с прекрасной игрой у черных. Ничего-нибудь типа этого получается. Вот, например. Ну, это, конечно, кооператив. Так, белый, конечно, не будет взевать на маты и прочее. Но игра тут хорошая у черных. Поэтому на конь e5 бьют. Взяли. Взяли. Разменялись на d1. Ферзь d1. Ферзь бьет e6. Ферзь b3. c6. Опять-таки отняли поле d5 у коня. Но c5. Размен. Конь d5. Конь в центр. Слон c4. Слон e6. И черные благополучно разрешили все дебютные проблемы. Видимо, так оно и есть, да. Так, теперь возвращаемся к ходу слон слон g5. Основное продолжение выменять чернопольного слона черных, который очень неприятен давить на d4. Ладья a d8. Взяли. взяли. Ладья a d1. Как обычно, в аналогичных ситуациях проверим для начала ход c5 за белых. Однако, после конь d5 слон b5 связочка. Взяли-взяли. Конь бьет d4. И белый попадает минуя митильспиль в худший ладейный митильспиль. После ферзь бьет d4, но если взять ферзя, тогда шаг ладья взяла, взяли, и у ученых просто лишняя пешка. Это пешка e6. Потому ферзь d4 надо продолжать. Тогда c6 важный ход. взяли-взяли. Ферзь b4, ферзь e7, конь e5, вот кажется, что конь тут стал грозно, но ладья d5, конь бьет c6, ферзь бьет c5, взяли-взяли, конь e7 в шаг, король f7, взяли-взяли, и, как уже говорилось, у ученых лучше ладейный эншпиль. За счет того, что сейчас мы навалимся на c3, вот на эту пешку, к пешке a7, пока не пристать, f5 легко держишься после g6, ученых тут получше. Окончание так считается, по крайней мере. Так, но после ладья f6, основное, так, ладья a, d1, слон g4, конь e4, ладья f5, ферзь e3. Положение белых лучше, а после слон бьет f3, ладья бьет f3, ладья бьет f3, gf, ферзь g6, шаг, король h1, ферзь h6, f4, ладья e8, конь g5, и преимущество белых тут уже бесспорно. Так, ответ ферзь e8 мы тоже с вами посмотрели прошло на ферзь d2, как уже было сказано, ферзь e7 и ферзь e8. Последний ответ за черных тут, основной, это сыграть ладья f7. Идея такая же, ладья идет на d7 с давлением на пешку d4. И это идея макенаса. Суть в том, чтобы не теряя времени в четвертый раз напасть на пешку d4. Незастатком же является нарушение общей гармонии в расположении фигур. Ведь королевская ладья уже развита и выполняет определенные задачи на вертикали f, в то время как ферзевая ладья остается безработной. ладья a d1 после d5 взяли конь g5 слон g5 слон g5 ферзь d7 cd конь e5 ферзь d4 ладья e8 шансы сторон примерно равны. Ну да, так оно и есть. Так оно и есть. Борьба еще впереди целый вагон. Но не d5 считается основным а ладья a d1 не спешить с продвижением пешки d5 ладья d7 вот черные тоже наваливаются на d4 по плану играет и c5 белые должны играть энергично так как необходимо считаться с идеей вот она конь бьет d4 и потом c5 в свою очередь черные из-за угрозы слона c4 вынуждены закрыть линию d причем их ладья на d7 в этом случае не украшает положение после взяли взяли и что делать ладья на d7 интересный вопрос и тут конечно плохо взять ладью из-за слона c4 как раз таки потому ed конь e5 комбинационным путем белые добиваются преимущества двух слонов слон бьет e5 ладья бьет f5 слон f6 слон g4 и на этом вариант заканчивается у черных тут похуже преимущество тут только у белых в итоге оказывается что ладья d7 не очень удачное продолжение черных ожидает трудная защита например в парте лутиков багеров после слона g4 ладья f7 ладья f1 ладья f8 ладья h5 мы видим что белый просто начинает атаку на короля ферзь e7 слон f2 ферзь f7 слон f3 ладья a d8 ладья f5 конь e7 ладья f4 конь g6 и слон h5 белые получили бесполное преимущество и что можно все это подытожить все что я тут наболтал на ферзь d2 лучшее продолжение это ферзь e7 надо запомнить мы готовим готовим так сказать ой 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 готовимся к давлению на пешку d4 ладья f7 идея неудачная потому что ладья потом ничего не делает на d7 она будет упираться в пешку d5 ну и на ферзь e8 как мы убедились забил их очень сильная идея слон g5 разменять сильного слона ну потому на этом я думаю закончим главное запомнить что основное лучше если вы будете отыграть это ферзь e7 на этом все всем пока дальше в следующей части вот тут на слон e7 как я уже говорил есть не только слон e2 ответ но и вторая возможность более такая боевая это вот тут пойти d5 но это уже будет в следующей части всем пока